Посмотрите программу губернии и вот главные темы выпуска. О строительстве нового поселения в Гавпосаде, уникальном оборудовании для плетения маск-сетей, а также о развитии малых городов поговорили студенты Политехнического университета с губернатором. Она плакала, она плакала в голос. Простите. В центре Иваново еще один лось тонул на глазах прохожих, и никто из спецслужб не спешил им помочь. Это третье ЧП за месяц. Осторожно, в нашем эфире шокирующие кадры. Дождались, начали восстанавливать дорогу Гаврилов-Фасад-Непотягова. В этом году в районе также восстановят трассу Осановец-Загорье. Об особенностях работ расскажем. В Иванове завершается ремонт фасада детской школы искусств. 1 сентября этого года здесь откроются новые направления по изодек, креативно-прикладному, театральному искусству, а также по хореографии. Нужны руки для транспортировки раненых, раздачи гуманитарки, помощи жителям Донбасса. О формировании новой гуманитарной миссии из Ивановских волонтеров расскажем. А также не пропустите. 10 лет за убийство своей учительницы вынесен приговор. Дома горят синим пламенем, как эвакуировали целый подъезд. Кто самый богатый руководитель вуза? Об этом и не только совсем скоро. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В ходе специальной военной операции погиб житель Ивановской области Виктор Клинк. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким. Стрелок Виктор Алексеевич Клинк проходил службу в воинской части другого региона. За проявленный отвагу и героизм награжден Орденом Мужества Посмертно. Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семье героя. История повторилась. В город забрел лосенок, скитался по улицам, забрался в реку и не мог выбраться. В репортаже Дарьи Костины есть шокирующие кадры. Еще один лосенок забрел в Иваново. Многие его видели во вторник. Помочь ему пыталась и наша съемочная группа. Он убежал. Ранее, по всей вероятности, это же животное видели в местечке Глинищево. На кадрах лосенок пытается попасть то в одну, то в другую дверь. Рано утром, в среду, в нашу редакцию позвонила женщина. Рассказала, около Серебряного города лосенок стоит в воде, выбраться не может. Прибежали, здесь под плитой лосенок с разбитыми рогами. Весь в крови забился от страха. Вытащить мы его не могли. Тут и рабочие Серебряного города были. Но все у вас тяжелые очень. Она плакала, она плакала в голос. Простите. Куда обращались? Звонили в 112. Пытались дозвониться в природоохрану. Всем, кому давали разные телефоны, мы звонили по всем телефонам. Я не знаю, человек 20 звонило одновременно. Везде. Все говорили, вызов принят. Кто-то говорил, со вчерашнего вечера у нас эти вызовы идут. Ну вот, вся история. Погибла. Лосенок умер. Очевидцы рассказывают, пытаясь выбраться, он совсем выбился из сил. Люди гладили его, держали над водой. О ЧП мы сообщили в пресс-службу мэрии. После этого на место приехали сотрудники городского спасательного отряда, затем МЧС, представители Департамента природных ресурсов и экологии. В итоге спасатели вызвали манипулятор. Его ждали два часа. После этого лося на чалках вытащили из реки, погрузили в машину и отправили на утилизацию. И прохожих, и пользователей соцсетей шокировал такой поворот событий. Одна из главных претензий. На труп нашлись и техника, и люди, а помочь живому никто не захотел. Сотрудники Департамента экологии говорили о том, что лось – опасное животное, и люди сами виноваты в том, что загнали его в воду, пугая, призывая, снимая на телефон. Добавили регламентов, как действовать в таких случаях – нет. Впрочем, также не дождался помощи по регламентам лосенок 10 мая. Он забрел в город, сломал ногу, обессилев, упал на тротуар. Прохожие точно так же звонили в различные инстанции. Но только спустя несколько часов прибыли специалисты, усыпили животное, отправили в термическую яму. А в понедельник мы рассказывали про двух лосят, которые тонули в Юрьевецком районе, а спасатели долго не ехали. Один погиб, судьба второго неизвестна, хотя в спасотряде утверждали, что выловили его, он отдышался и ушел. А вот тело его собрата так и лежит на берегу. Дарья Костина, телекомпания «Барс». О строительстве нового поселения в Гавриловом Посаде, уникальном для вуза оборудовании, на котором можно плести москсети, а также о развитии малогородов, поговорили студенты Политехнического университета с губернатором. Станислав Оскресенский побывал у них в гостях в среду. Это вторая встреча со студентами ивановских вузов. На прошлой неделе глава региона побывал в госуниверситете. Здесь же сразу начал с поздравлений. Студенты Политеха участвовали в конкурсе на получение грант Росмолодежи и выиграли деньги на реализацию восьми проектов. Вы победили, рекордная сумма 15 миллионов рублей. Такого ни один вуз, да? Ни один вуз в стране не выиграл столько грантов. Вы прям молодцы, поздравляю. Спасибо вам за это. Давайте вам похлопаем. О своих инициативах, которые помогли бы развитию региона, студенты рассказывали и на встрече. К примеру, про общий проект с госуниверситетом и агробиотехнологическим, который начнут реализовывать в будущем году. Студенты Политеха спроектируют новое поселение на территории Гавпосадского района для выпускников агробиотеха под условия сельской ипотеки. Сейчас молодых специалистов сложно заманить туда на работу, им негде жить. Мы уже получили поддержку от главы Гавпосада и сельхозпредприятий района. Пожалуйста, помогите нам масштабировать данный проект на малые города. Давайте я вам по Гавпосаду точно помогу, там просто понятно, с кем разговаривать. Посмотрим, надо создать успешный прецедент вам, чтобы мы могли это тиражировать на другие территории. Надо сначала показать хороший результат на каком-то одном примере. Студенты Политеха вспомнили и про Юревец, будущие архитекторы и строители готовы приложить свои знания, чтобы помочь в восстановлении разрушающихся зданий. Глава региона, в свою очередь, рассказал о том, что у малых городов теперь появился реальный шанс на развитие, в том числе и у Юревца. Празднование 800-летнего юбилея там пройдут согласно указу, подписанному президентом. Мы с Владимиром Владимировичем договорились, что создадим такой прецедент, когда город, о котором мало кто, откровенно говоря, в стране знает, ну, к сожалению, к тому же Юревца вообще в стране два, еще есть в Владимирской области. Город мало, о котором кто знает, вот ему будет такое внимание, уделено его юбилею на уровне президента страны. Второкурсники Артур Хачатриана и Валерия Андреянова на встрече попросили губернатора связать их с каким-нибудь благотворительным фондом. В Политехе разработали свою технологию автоматического производства маскировочных сетей. Сейчас мы это тестируем, но думаю, что в ближайшем времени мы сможем производить маскировочные сетки на собственной базе. Но для этого нам потребуется помощь, чтобы сформировать единый заказ для отработки нами заказов военных, вот, маскировочных сеток. И есть такой вопрос, может быть, какая-то общественная организация или фонд хочет нам помочь и взаимодействовать с нами. Станислав Воскресенский рассказал студентам о региональном фонде «Своих не бросаем», который был создан как раз для координации процессов помощи военнослужащим и мобилизованным землякам. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс». Дождались. В Гаврилово-Посадском районе приступили к ремонту дороги до села Непотягово. Жители добивались ее восстановления долгое время. Будет также восстановлен участок между деревнями Осановица и Загорье. Подробнее в репортаже Марина Зининой. Вот так дорога от Гаврилова-Посада до Непотягова выглядела еще в марте. Местные жители постоянно ломали подвески и ходовую часть автомобилей. Из-за дороги от работы в селе отказывались фельдшеры. Подрядчики не хотели везти корма и стройматериалы в местный сельхозкооператив «Рассвет». Нам хотели вообще в 2024 году делать, но ездить уже невозможно было. То есть мы эту дорогу проезжали где-то эти 7,5 километров до 30 минут. Это вот просто, чтобы машину не убить совсем. Понимаете, настолько все печально. Жители неоднократно обращались к местным властям. Даже писали президенту. В ноябре прошлого года во время визита губернатора Станислава Воскресенского на сельхозпредприятие обратились напрямую к нему. Я очень много обращений по дороге до Непотягова получал весь год. Мы с Минсельхозом поработали. Я сразу скажу, короткий ответ дорогу мы сделаем в следующем году. Я уже поручил, чтобы как можно быстрее разыграли конкурс, чтобы нам, как только снег сойдет, сразу приступить к ремонту. Дорога вошла в программу Минсельхоза. На объект направили около 100 миллионов рублей. Работы начались в апреле. Протяженность всего участка составляет 7,5 километров. Подрядчики уже сняли старый слой асфальта, выполнили грунтовку. Сейчас укладывают выравнивающий слой. Уже восстановлено 4 километра дороги. Местные жители не нарадуются. Это единственный путь в Гаврилов-Посад. Подрядчики идут в графике. Проблем не возникает. Сложности нет. Погода в мае замечательная. Никогда так рано не начинали работать. После нижнего слоя будет устройство верхнего слоя произведено. Нанесена дорожная разметка. Установлены дорожные знаки. Кроме дороги на Непотягово, в Гаврилово-Посадском районе должны восстановить дорогу Осановец-Загорье. В Осановце расположено ведущее сельхозпредприятие Племзавод имени Дзержинского, Дом культуры и ФАП. На этот год у нас вот эти две такие стратегические дороги. Ну и соответственно у нас в городе будет ремонт улицы Лиза-Болотина, которую тоже жители очень ждут, чтобы эта улица привела в уютные и комфортные дорожные сообщения. На дороге Осановец-Загорье пока только сняли старый слой асфальта. Основание там нестабильное. Его будут укреплять методом холодного ресайклинга. Основание существующее. В него добавляется песок, щебень, цемент, специальные присадки. Все это специальной машиной перемалывается, уплотняется катками и создается подушка из тощего бетона. То есть по сути это очень близко к бетонному основанию. И на него уже укладывается два слоя асфальта. Гарантия на работу 4 года. Но специалисты предполагают, что такие дороги простоят десятилетия. Закончить подрядчики должны к первому сентября. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». На том же месте и почти одновременно случились три аварии. Есть пострадавшие. Во вторник около 6 часов вечера на перекрестке улиц Жарова и Кузнецова было зарегистрировано сразу три ДТП. Расстояние между ними небольшое, всего около сотни метров. Первыми столкнулись ВАЗ и мопед. Легковой автомобиль выехал навстречу, где избил мопедиста. 50-летний мужчина, сидевший за рулем двухколесного, получил сочетные травмы и был госпитализирован в больницу. На автомобилиста было составлено несколько административных материалов о правонарушении. Оба водителя трезвые. В одной из аварий пострадавших нет, автомобили отделались царапинами. А вот у владельцев иномарок BMW и Kia ситуация посерьезнее, а повреждения одинаковые. Разбито крыло, бампер и фара. Ехал по Кузнецово, по вот этой полосе, разворачивался. Передо мной здесь стоял огромный внедорожник, собственно, за которым не было машин, видно, которые оттуда движутся. И оттуда двигалась машина, которая должна была меня пропустить. Но поскольку она проехала, я подумал, значит, ничего не препятствует моему развороту до конца. Вот, собственно, развернулся, и в этот момент мне влетела Kia вперед. Всего на дорогах области за сутки зарегистрировано семь аварий, в которых пострадали люди. Появилась информация о средней зарплате руководства Ивановских вузов по итогам прошлого года. Она опубликована Министерством науки и высшего образования России. Так, выше всех среднемесячный заработок у ректора Ивановского госуниверситета Алексея Малыгина. Более 277 тысяч рублей. Ректор Химуниверситета Наталья Гордина получает около 250 тысяч рублей в месяц. Следом идет руководитель Энергоуниверситета. Ректор Григорий Ледуховский зарабатывал в среднем около 190 тысяч. На 10 тысяч рублей в месяц меньше получал ректор Политехнического университета Евгений Румянцев. Самый маленький среднемесячный заработок у руководителя Сельхозакадемии Екатерины Малиновской. Чуть больше 62 тысяч рублей в месяц. Отметим, что это данные до вычета 13-процентного налога. За минувшие сутки пожарные восемь раз выезжали по тревоге, тушили возгорание. Огонь повредил магазин, квартиру и два дома. Один из вызовов касался возгорания травы. В четырех случаях горел мусор. В первом часу ночи пожарных вызвали на улицу Дунаева. Дым валил из магазина. Огонь повредил холодильник и витрину. Возможно, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Около четырех утра загорелся нежилой дом на улице Почтовой в Иванове. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. В Галчанове Ивановского района также вспыхнули дома-пристройка. Строения сгорели почти полностью. Причина произошедшего устанавливается. Около полудня 24 мая в московском микрорайоне загорелась трехкомнатная квартира. Когда пожарные прибыли на место, из подъезда эвакуировали 23 человека. Один из стволов воды подавали со стороны балкона с помощью пожарной лестницы. После ликвидации возгорания спасатели выполнили работы по дымоудалению. Причина также пока не установлена. Сейчас короткая реклама и вот о чем расскажем далее. В Иванове завершается ремонт фасада детской школы искусств. 1 сентября этого года здесь откроются новые направления по изо декоративно-прикладному театральному искусству, а также по хореографии. Нужны руки для транспортировки раненых, раздачи гуманитарки, помощи жителям Донбасса. О формировании новой гуманитарной миссии из ивановских волонтеров расскажем. В Иванове завершается ремонт детской школы искусств. Уже к сентябрю этого года учреждение будет полностью готово и начнет работу по новым направлениям. Алина Марочева напомнит историю преображения. Саксофоном Алексей Смирнов увлекается уже пять лет. Говорит, для хорошей игры инструмент нужно чувствовать, понимать его капризы. И даже если все саксофоны настроить одинаково, каждый будет играть по-своему. Вот здесь стоит трость. За счет ее колебаний, когда воздух подаете, сюда проходит звук. И тогда, когда вы закрываете клапана, определенная нота играется. Вот, например, сейчас до. Леша может исполнить десятки колыбельных и известных композиций. Среди них «Одинокий пастух», «Тень твоей улыбки», «Город, которого нет». Своим мастерством обязан шестой музыкальной школе. В этом году выпускной. Юный музыкант не скрывает грусти, ведь последний год обучения прошел в новых стенах. Когда я первый раз зашел в это здание, я был в шоке. Потому что здесь и зимой тепло, и оборудование новое, и красиво, и просторно. Вот представьте мое удивление, когда мы занимались в холодных маленьких кабинетах, а сейчас у нас даже есть свой актовый зал своим оборудованием, фортепиано. Честно, я в шоке был. Раньше шестая музыкальная школа ютилась в пяти тесных кабинетах 32-й гимназии, а в прошлом году переехала в здание на улице Ермака, бывший корпус госуниверситета. Постепенно в учреждении стали наводить косметический лоск и не только. Обновили крышу, полностью заменили систему отопления, электрику, установили охранную пожарную сигнализацию. А самое главное, оборудовали отдельные классы для занятий на фортепиано, скрипке, баяне и аккордеоне, гитаре, флейте, домре и синтезаторе. Есть и теоретический класс, где меньше играют, но больше слушают. Мы уже сейчас видим, что школа получилась очень красивая и внутри, и снаружи. Она удобна, много воздуха, много помещений, есть соответствующие инструменты, хотя мы сегодня говорили о том, что нужно еще усилить материально-техническую базу, добавить с учетом увеличения числа обучающихся. В апреле этого года музыкальная школа была переименована в детскую школу искусств. Уже в сентябре ребята начнут осваивать новые направления. Изобразительное, театральное, декоративно-прикладное искусство и хореографию. Заниматься смогут более трехсот детей. Запись уже ведется. Сделать это можно на сайте учреждения или придя в школу лично. И родители, и преподаватели с нетерпением ждут старта. Самое главное событие историческое произошло, то, что у нас в городе появилась наконец-то школа искусств, там больше, чем за полвека. Конечно, уникальные события. И еще раз вам огромное спасибо за поддержку, за инициативу и за то, что все-таки это все удалось. Без вас бы это было невозможно. Сейчас завершается ремонт фасада, цоколя здания и крыльца. Работу должны закончить до 1 августа. Кстати, в планах открыть в школе искусство обучение и для взрослых. Алина Марчева, Денис Железов, телекомпания «Барс». 19-летний житель Пучешского района отправится в колонию за убийство своей учительницы. Преступление он совершил в апреле прошлого года. Будучи пьяным, путежанин в поисках сигарет зашел в одну из квартир многоквартирного дома в райцентре. В хозяйке он узнал школьную учительницу. Та попросила молодого человека не уходить и стала кому-то звонить. Он подумал, что в полицию и начал избивать женщину, а потом ударил канцелярским ножом. Пострадавшая умерла от травмы, а преступник пошел в магазин, где украл сигареты и деньги. Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы. Обработка и дезинфекция ран, наложение жгутов и марлевых повязок. Эти навыки очень пригодились участникам добровольческой миссии на Донбасс. Волонтеры вернулись и поделились своим опытом с ивановскими молодогвардейцами, которые тоже готовятся к поездке. О чем еще рассказали на встрече и что на этот раз готовят к отправке в ЛДНР. В штабе общественной поддержки собрались студенты. Это будущие спасатели, пожарные, медсестры, ребята из колледжа сферы услуг. Все они внимательно слушают Ивана Панкова. Волонтер, молодогвардейц, неделю назад вернулся из зоны проведения спецопераций. В Севердонецке и Луганской области развернут лагерь добровольцев. Потребность в них сейчас колоссальная. Медицинские курсы проходили у нас в несколько этапов. Нам на различных занятиях показывали различные виды оказания медицинской помощи. И там как раз-таки эти курсы будут как нельзя кстати. Потому что будет работа с ранеными, с больными. Потому что некоторые госпитали бывают переполнены и просто врачи не успевают справляться. И наша помощь очень важна для работы всего госпиталя в целом. Каждые две недели волонтеры из Ивановской области отправляются автобусами на Донбасс. Помогать. Эти ребята тоже собираются в гуманитарный путь и хотят знать, к чему нужно быть готовыми. Работа в обогревательных центрах, раздача продуктов, уборка города, транспортировка раненых. Волонтерские отряды формируются в центральном штабе молодой гвардии. Добровольцы направляются в разные города и занимаются тем, что им ближе. Проект активно поддерживает «Единая Россия». Потому что сейчас молодежь, я еще раз говорю, ту информацию, которую она получает, она черпает из социальных сетей, из разных источников. Они могут искажать ситуацию, которая есть. И человек, который поехал туда и принял участие в волонтерской деятельности, он уже воочию сам понял, что происходило там, для чего нужна специальная военная операция. Они уже приходят с сознанием этой на будущее. Когда кто-либо когда-то захочет им исказить историю государства российского, они уже никогда в это не поверили, потому что они были там, они видели, они понимают. Это очень важно. С первых дней СВО партия помогает семьям военнослужащих во всех отделениях собирают гуманитарную помощь для бойцов. Грузы с нужными вещами это технические средства. Предметы первой необходимости, одежда, сладости, письма, рисунки отправляются на Донбасс регулярно. Ребята, готовые помогать, буквально своими руками, тоже стягиваются туда со всей страны. Мы едем волонтерами на Донбасс, это в Мариуполь. Ну просто я сама по себе такой человек добрый, и для меня это очень интересно на самом деле. И то есть люди в беде, им нужно помогать, так как мы волонтеры. Уже в начале июня 200 волонтеров со всей России, в том числе из Ивановской области, отправятся на Донбасс. Потому что считают, если есть возможность помочь, почему бы и нет. Юлия Семина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Теперь о погоде. Расскажем, что обещают синоптики в ближайшие сутки. Дни здоровья в клинике варикоза нет. Приходите обследоваться. Только с 19 по 25 мая прием фреболога с УЗИ ВЕН 1200 рублей. В четверг в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. Фетер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха 76%. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни будет все так же пасмурно и дождливо. Осадки закончатся ближе к концу недели. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видеофото направляйте на наши редакционные мессенджеры Viber, Telegram, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 587777. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Продолжение следует...